Или рептилоиды. Но на самом деле надо задуматься, потому что действительно есть такой момент, если мы возьмем какого-нибудь политика в начале его правления, и отследим всю его жизнь, и вот мы видим, что в конце своего правления, ну, это другой человек фактически, да, он по-другому себя ведет, у него меняются черты лица, да, ну, что-то можно списать на возраст, но иногда люди меняются достаточно кардинально. То же самое можно отследить и у обычных людей, не только у политиков, да, вот вы знали какого-то приятеля, где-то в школе, да, с ним виделись последний раз, а потом, соответственно, встречаете его на улице спустя 10 лет, и вроде как это совершенно другой человек. От, начиная внешнего вида, заканчивая, соответственно, психологическим его состоянием, характером и так далее. В чем секрет? Ну, конечно, понятно, можно обсуждать очень много факторов, это агрессивная окружающая среда, которая нас меняет, наличие там или отсутствие вредных привычек, еще каких-то факторов. Но про один фактор всегда люди забывают. Действительно, почему я начал изучать эту тему, да, и она для меня безумно интересна, в каком-то смысле многие желания, которые мы испытываем, многие мысли, которые мы испытываем, наше психоэмоциональное состояние, оно зависит от этого. Это, конечно же, наша микробиота. Почему, спросите вы, микробиота? Вроде как микробиота, она там, ну, на кишечник, на кожу влияет, на то, на сё, причем тут психика, причем тут эмоциональное здоровье человека. А я вам скажу, дорогие друзья, что если вы посмотрите исследование кандидоза, да, а вспоминаем, что каждая вторая девушка так или иначе болела кандидозом вагинальным, да, и многие воспринимают это как вот, соответственно, грибок, который непосредственно только у нас, может быть, только у девушек, только вот именно в вагинальной форме и всё. Но на самом деле нет. Даже если пролечен вагинальный кандидоз уже, соответственно, из-за того, что кровь у нас омывает, омывает все, да, всё наше тело, его все бесконечные полости и так далее. Во-первых, она расселяется в кишечник по той причине, что ей там есть что кушать. Она, соответственно, селится в кишечнике и кушает ту самую, те самые углеводы, которые вы потребляете. Поэтому при кандидозе строго-настрого, исключает ваш, ну, как правило, гинеколог, вот, он вам скажет, что сахар и сладкое кушать нельзя. Но есть уже более современные данные, это о том, что кандидоз находят в суставах кандиду, кандиду находят в мозге, кандиду находят даже в мышцах находили, но в маленьком объёме. И, конечно же, кандида очень много находят на коже и полости рта, также на волосистой части головы. И, естественно, в каждых, да, областях, где бы её ни нашли, она приносит нарушения. И в том случае, когда она на мозге находится, вот, и считайте, что не, соответственно, абсолютно никакой благоприятный прогноз такого пациента быть не может. И, соответственно, почему я решил привести именно кандиду? Я безумно обожаю этот грипп, потому что он очень интересный, продолжает исследоваться. И вот ещё всю информацию говорю с Папмеда, так что, кому интересно, можете заходить, писать там кандиду, только по латыни, по-английски надо писать, и вам куча исследований на эту тему выйдет. Кандида действительно доказана, все пациенты тоже могут с кандидозом вспомнить своё самочувствие. Она просит сахар, она просит сладкое, поэтому вас гораздо сильнее будет тянуть на сладкое, если у вас кандид. Фактически она корректирует ваш аппетит. В каком-то смысле она корректирует ваши желания, да, она заставляет вас есть, она увеличивает желание к потреблению пищи. То есть она напрямую влияет на наше желание кушать, ещё и избирательно. Она же не просит вас белок есть, какое-нибудь мясо, она просит вас есть именно сахар. И это доказанный момент, задумайтесь. То есть фактически гриб, который находится внутри вас, диктует вам, что вам есть. И это только часть изученного процесса. Естественно, естественно, есть множество данных за то, как те или иные микроорганизмы меняли поведение людей. Просто, ну, не буду этот выпуск сильно растягивать. И эти данные, они, конечно, не совсем ещё научные. Поэтому не буду голословно утверждать за ту или иную бактерию. Но вот эта бактериальная инфекционная теория, она очень развита. И есть много различных данных, да, когда люди, имея те или иные инфекционные поражения, да, они психологически сильно меняются. Бороться с этим очень просто. Это можно, вот начиная элементарно гигиены, заканчивая, конечно же, исследованием микробиоты тонкого кишечника. В особенных случаях поражений исследуя какие-то локальные поражённые участки. Вся микробиота сейчас, ну, высеивается вся основная масса. Патогенную биоту, естественно, туда же относим, тоже высеивается. И, соответственно, нормализовывая биоту внутри себя, могу сказать, я ещё занимаюсь до сих пор этим процессом и не закончил до идеального выравнивать. Но начинаешь чувствовать себя реально по-другому. Вот. И на психологическом смысле, и на физическом смысле. Есть ещё также, хотел вам рассказать, кто не знает, есть пример с муравьём и грибом, да. Да, есть, соответственно, гриб, который селится в муравье, заставляет муравья, вы знаете, муравьи – это коллективные животные, он заставляет муравья, соответственно, отбиваться от стаи, да, там не нести эти какие-то листики, что-то ещё, а заставляет его одного заползти на, соответственно, дерево. После чего гриб в муравье прорастает из головы муравья, и гриб обладает таким специфическим окрасом, который привлекает птиц. Дальше птицы съедают этого муравья вместе с грибом, и, соответственно, в помёте распространяют, да, гриб распространяется в помёте лучше, да, высеиваются новые споры, которые, в свою очередь, рано или поздно попадают к муравьям, и вот такой вот замкнутый круг, который позволяет грибу этому размножаться. То есть, в каком-то смысле муравей становится из-за этого гриба, да, таким зомби. И подумайте, то есть, гриб, ну, он каким-то образом, да, до сих пор это обсуждаемая очень тема, он же не просто заставляет муравья хаотично как-то вести, или бы он его съел, допустим, он его заставляет конкретно залезть на дерево, есть эти видео там какие-то из Discovery или откуда, когда вот прям муравей залазит на дерево, и непосредственно там уже ждет, пока у него из башки эта хрень не вылезет. То есть, это очень интересный момент. И есть куча исследований, особенно грибов, что они действительно способны производить колоссальное, как негативное, так и позитивное влияние на организм человека. Напишите мне обязательно в комментариях, что вы думаете по моей инфекционной теории. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и да пребудет с вами здоровье. Субтитры сделал DimaTorzok